Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги «Сокровище искусства. Картина знаменитых мастеров в художественной репродукции в фотографюрах. Перевод и Дополнение под редакцию Александра Бенуа. Издательство 1904 года. Джорджо Барбарелли по прозвищу Джорджоне. Концерт среди пейзажа. Венецианская школа. Джорджо, ученик Беллини, работал главным образом в Венеции. Умер 35 лет, оставив благодаря своей беспечности и рассеянному образу жизни лишь очень немного картин. К счастью, у Джорджона было несколько учеников и сам Тициан. И еще более подражателей, которые и разработали завещанный мастером открытие. Между произведениями, принадлежащими Джорджоне, особенно замечательной Мадонна на престоле с младенцем на руках и состоящим перед нею святым Антонием и святым Иберием в главной церкви Кастельфранко. Три философа в Венской галерее Спящая Венера в Дрездене, Юдивь в Петербурге и Вермитаже. Концерт в галерее Пяти по Форенции. И, наконец, Луврский концерт церкви пейзажа, который мы и предлагаем нашей репродукции. Как часто идеальное стремление, подчеркнутые дымкой фантастической мечты, и характеризуется словами романтизма. Едва ли, однако, это выражение вполне подходит к картинам Джорджоне. Античная и средневековая аллегория мира и богов, и легенды святых служили мотивами большинству художников 15-го и 16-го веков, которые тем охотнее выбирали их. Здесь полет их фантазии освобождался от оков традиций. Но и на нашей картине, так же, как и на многих других картинах мастера, изображено, как кажется, ни сказка, ни мечта, а одно из таких странных приключений, которые были в моде в конце квартал Ченца, и свидетелем которого мог быть сам Джо Джоли. Более чем вероятно, что изображенные на картине лица сами действительно позировали в этой установке пейзажного жанра. Жизнь аристократии и художников проходила тогда в роскоши и удовольствиях. И картина-концерт представляет одно из обычных в то время веселений под открытым небом, которым впоследствии подражали во Франции при Ледовике 14. Здесь художник очевидно совершенно удалился от фантастических измышлений и просто в своем повышенном чувстве красоты увлекся великолепным полными и округленными формами фигур и пейзажа. Особенно ярко сказался это в моделировке мягкого тела женщины, играющей на флейте, контрастом в котором служат цветные одежды сидящих юношей и смягченные тона их затененных лиц. Но все же это чисто колористический эффект, тогда как в группировке Джо Джоли по своему обыкновению остаются не особенно умелым и скорее небрежным. Главная прелесть картины заключается в смелой трактовке пейзажа, ее, впрочем, нельзя назвать вполне реальным. В жестоком сочетании темных, встречающихся под острыми углами теней, есть что-то напоминающее кулисы. Могучая группа деревьев, под которым в просвете идет пастух, слева руины на горе, по которой скользит луч света, жидкие деревца и далее волнующееся море густых, неопределенных теней. Все это несколько утрировано по эффекту, в особенности сравнения со спокойно величавыми и нежными пейзажами Беллини и Чин. Однако вполне понятно, что прицарившей в те времена любви к роскоши и великолепию, особенно должно было развиться чувство подобных эффектов. Ведь все художники того времени, даже самые знаменитые, должны были принимать участие в устройстве помпезных празднеств. А благодаря гардиозным фрескам, которыми богатые венецианцы украшали свои дворцы внутри и снаружи, развилось чутье эффектов на большом расстоянии. Концерт принадлежит без сомнения к позднейшему периоду деятельности Джорджо. Ну вот такое описание картины. Я нашел книги издания 1904 года. Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok